Средства, влияющие на афферентную иннервацию. Средства, влияющие на афферентную иннервацию, это нейротропные средства, влияющие на периферическую нервную систему. Средства, влияющие на афферентную иннервацию, делят на препараты угнетающего и стимулирующего действия. Препараты угнетающего действия снижают чувствительность нервных окончаний афферентных нервов, нарушают проведение нервных импульсов по афферентным волокнам, предохраняют окончания нервов от воздействия раздражающих факторов. К ним относят местно-анестезирующие средства, вяжущие, обволакивающие и адсорбирующие средства. Препараты стимулирующего действия возбуждают окончание чувствительных нервов, не повреждают окружающих тканей. К ним относят раздражающие средства, рефлекторные стимуляторы дыхания, отхаркивающие средства рефлекторного действия, а также горечи, слабительные и желчегонные рефлекторного действия. Местно-анестезирующие средства – это лекарственные препараты, которые обратимо снижают возбудимость чувствительных нервных окончаний или блокируют проведение афферентных импульсов в нервных волокнах при непосредственном контакте с ними. Они устраняют болевую и другие виды чувствительности в соответственной зоне иннервации. Краткая историческая справка. Родоначальником местных анестетиков является кокаин – алкалоид из листьев эритроксилон кока – растение на Южной Америке. В культуре инков имеется доказательство о проведении операции с анестезией с помощью разжеванных листьев коки. В Европу листьев коки привезли в 1859 году и в 1860 году Альберт Ньюман выделил коллоид кокаин из листьев коки и, попробовав его на язык, отметил онемение языка. В 1884 году состоялся доклад Карла Коллера на Конгрессе офтальмологов, после которого местная анестезия кокаином привлекла внимание врачей. В 1894 году Реклю представил результаты более чем 2000 операций под кокаиновой анестезией. Он предложил делать растворы низкой концентрации на гипотоническом растворе, которые медленно всасываются и оказывают меньшее токсическое действие. В 1890 году обнаружено местно анестезирующее действие этилового эфира параминбидзойной кислоты, вещества анестезии. А в 1905 году Эйнгорт синтезировал новокаин. В 1943 году Нильс Лофгрен синтезировал лидокаин, который заменил новокаин в качестве золотого стандарта. В 1879 году Василий Константинович Анреп, русский профессор и фармаколог, исследовал действия кокаина на себе, описал его анестезирующие свойства и рекомендовал для применения. В 1884 году Иван Николаевич Коцауров, врач глазной лечебницы попечительства слепых императрицы Марии Александровны в Ярославле, удалил кусочек железа из роговицы под анестезией кокаином в форме 5% мази, которая была внесена в конъюнктивальный мешок и обнаружил довольно высокую токсичность. К местным анестетикам предъявляются следующие требования. Они должны растворяться в воде, не разрушаться при стерилизации и хранении, иметь высокую избирательность действия, минимальный резорктивный эффект, не оказывать местно раздражающего действия, действовать быстро и продолжительно. Местные анестетики имеют сходную химическую структуру. Они содержат ароматическое ядро, которое определяет степень липофильности соединения, координирует диффузию местного анестетика через мембрану нервного волокна, аминоалкильную группу, которая содержит вторичный или третичный атом азота и взаимодействует с активным центром рецептора на внутренней поверхности мембраны и определяет специфичность действия. Ароматическое ядро и аминоалкильная группа соединяются алифатической цепочкой, в состав которой входит эфирная или амидная связь. На основании этого признака местные анестетики делят на группы сложных эфиров и сложных амидов. Местные анестетики можно классифицировать по химической структуре. Это сложные эфиры. Препаратами, которые являются сложными эфирами, являются прокаиногидрохлорид или новокаин, тетрокаиногидрохлорид или дикаин, бензокаин-анестезин и бензофурокаин. Особенностью действия сложных эфиров является нестабильность в растворе, способность подвергаться гидролизу холиностеразами до параминобензоидной кислоты и вызывать аллергические реакции. Как правило, это препараты, имеющие короткую продолжительность действия. К сложным амидам относят лидокаин-алексикаин, артикаин-ультрокаин, тримикаин, бупивокаин, пирамикаин, прелокаин, мепивокаин, ропивокаин. Эти вещества стабильны в растворе, гидролизуются в печени амидазами и цитохромами P450, реже вызывают аллергические реакции и имеют более продолжительное действие. Местные анестетики третичной амины мало растворимы в воде, поэтому используются в виде растворимых солей гидрохлоридов, которые сами неактивны. В слабо-щелочной среде ткани происходит и гидролиз с образованием липофильных слабых оснований, которые проходят через биологические мембраны и действуют на чувствительное нервное окончание. Смещение pH ткани в кислую сторону при воспалении, например, понижает активность местных анестетиков, так как образование оснований замедляется. Нежелательный гидролиз местных анестетиков может произойти при стерилизации в стеклянной посуде, поскольку выделяется слабый щелочь и это приводит к их инактивации. Ключевыми свойствами местных анестетиков являются мощность, которая определяется способностью растворяться в липидах. Чем выше липофильность, тем мощнее препарат и тем быстрее дефундируют препараты через нейрональные оболочки и клеточные мембраны, что позволяет использовать их в меньших дозах, а также константы диссоциации. Второй важный показатель это скорость развития эффекта, которая определяется концентрацией раствора, чем она выше, тем быстрее эффект, диффузионной способностью местных анестетиков и константой диссоциации. Местные анестетики с низкой константой диссоциации характеризуются более быстрым началом действия. Длительность эффектов местных анестетиков зависит от жирорастворимости, способности связываться с рецепторными протеинами натриевых каналов, а также константы диссоциации и характера локального кровотока. И токсичность локальная и системная, которая также определяется липофильностью и способностью связываться с протеинами плазмы, связанные местные анестетики, не оказывают системного токсического действия. на текущем и следующем слайде показана таблица, в которой отражена связь химической структуры местных анестетиков с некоторыми показателями фармакокинетики и показаниями к их применению. Местные анестетики основания ассорбируются на мембране, взаимодействуют с протоном и переходят в активную форму, проникают внутренней поверхности мембраны и связываются с рецептором натриевых каналов, пролонгируя их инактивированное состояние. В результате потенциал действия не развивается. Они блокируют поступление натрия и деполяризацию, в результате чего нарушается проведение нервных импульсов. На внутренней поверхности мембраны катионы местных анестетиков связывают с рецептором натриевых каналов в шестом сегменте четвертого домена и пролонгируют инактивированное состояние натриевых каналов, что и задерживает развитие следующего потенциала действия. Местные анестетики не взаимодействуют с закрытыми каналами в период потенциала покоя. Местные анестетики блокируют безмейлиновые С и мейлиновые А волокна. На мейлиновые волокна действуют только в перехватах рамбье. Толстые мейлиновые волокна слабо реагируют на местные анестетики. Таким образом, местные анестетики выключают поверхностную, температурную, тактильную и суставную чувствительность. Восстановление чувствительности идет в обратном порядке. В зависимости от объекта воздействия выделяют поверхностную, инфильтрационную, стволовую, плексусную, паравертебральную, передуральную и спинальную анестезию. С точки зрения практического применения, местные анестетики можно разделить на препараты для терминальной анестезии, инфильтрационной анестезии, проводниковой анестезии, спинальной и эпидуральной анестезии и для всех видов анестезии. Терминальная или поверхностная анестезия это анестезия на кожи, слизистых оболочках, раневых поверхностях с использованием растворов, кремов, гелей с местными анестетиками. Местные анестетики действуют на чувствительные нервные окончания первого нейрона. Развивается анестезия участка поверхности тела, на который наносится местный анестетик. Возможно резорбтивное действие при создании высоких концентраций в крови. Применяют для местной анестезии полости рта, пищевода, роговицы глаза, носовых ходов, дыхательных путей, уретры и прямой кишки. Для терминальной анестезии используется бензокаин или анестезин, тетрокаин или декаин, или декаин. Инфильтрационная анестезия осуществляется путем посвоенного пропитывания ткани. Используют, как правило, малотоксичные местные анестетики в низких концентрациях, приготовленные на гипотоническом растворе с добавлением сосудосуживающих средств. Для инфильтрационной анестезии используют прокаиногидрохлорид, лидокаин, бупивокаин, артикаин, бензофурокаин. При проведении проводниковой анестезии, которую также называют стволовой или анестезией нервных сплетений, нарушается проведение нервных импульсов по чувствительным и двигательным нервам. Возникает анестезия кожи тканей и расслабление скелетных мышц, которое связывает с уменьшением высвобождения от стилхолина и закончание симпатических нервов. Обезболивание при блокаде нервного ствола более длительное. Используются более высокие концентрации, применяют в хирургической практике для проведения вагосимпатической межрёберной парамефральной блокады. Для проводниковой анестезии используют препараты прокаиногидрохлорид, лидокаин, бупивокаин и артикаин в более высоких концентрациях по сравнению с инфильтрационной анестезией. Для спинномозговой анестезии используют лидокаин, бупивокаин, артикаин. Для этого препараты вводят субарахноидальное пространство между вторым, третьим, третьим, четвёртым поясничным позвонками, нарушая проведение нервных импульсов органов малого таза, промежностей и нижним конечностям. Одновременно возникает мышечное расслабление. Такой способ обезболивания не требует искусственной вентиляции лёгких. Эффект развивается быстро, в течение 10 минут. Возможно развитие осложнений, таких как остановка дыхания, гипотензия и брадикардия. Используют этот способ обезболивания при проведении хирургических операций на нижних конечностях, органах малого таза и нижнего отдела брюшной полости. При резорктивном действии местные анестетики могут влиять на различные органы и системы. Так они могут снижать возбудимость нейронов, за исключением кокаина, и оказывать на головной мозг двуфазные действия. Первая фаза это фаза возбуждения за счёт угнетения в первую очередь тормозных нейронов. Проявляется в виде беспокойства, тремора и возможно клоникотонических судорог. Вторая фаза это фаза торможения, которая сопровождается сонливостью, потерей сознания и угнетением дыхательного центра. В высоких дозах сразу возникает торможение. При резорктивном действии дикаина может наступить угнетение дыхательного центра без предварительного возбуждения ЦНС. А кокаин возбуждает ЦНС и усиливает действие дофамина, норадреналина, серотонина, нарушая их обратный нейрональный захват. Местные инститики блокируют проведение нервных импульсов в вегетативных ганглиях и нервно-мышечных синапсах в результате нарушения деполяризации прессинаптической мембраны и освобождения цитилхолина. Лидокаин оказывает противоритмическое действие при желудочковой тахиаритмии не уменьшает проводимость, вызывает умеренную гипотензию. На сердечно-сосудистую систему также влияет бупивокаин, он блокирует натриевые каналы, нарушает вход натрия в клетки миокарда во время систолы и вызывает развитие сердечной недостаточности и желудочковой тахикардии. Рупивокаин не обладает кардиотоксичностью. На бронхе, матку и желудочно-кишечной тракт местные анестетики действуют, снижая тонус гладкой мускулатуры. Нежелательными побочными эффектами местных анестетиков при резорктивном действии являются сонливость и двигательная заторможенность, снижение артериального давления и головокружения в результате ганглиоблокирующего действия и снижение тонуса гладких мышц сосудов. При генетически обусловленном снижении активности бутерилхолинестераза нарушается метаболизм местных анестетиков сложных эфиров. Даже при правильном использовании этих препаратов возможен коллапс. Кроме того, для всех препаратов характерны аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. Особенно часто они возникают при применении местных анестетиков сложных эфиров и при повышенной чувствительности к сульфитам у пациентов с бронхиальной астной. Противопоказанием применению местных анестетиков являются аллергические реакции на местные анестетики, недостаточность систем метаболизма и выведения, возрастные ограничения противопоказанное использование например артикаина у детей до 4 лет, тахиэритмии, закрытоугольная форма глухома и бронхиальная астма при повышенной чувствительности к сульфитам. При системном токсическом действии местных анестетиков, которые может наступать при использовании доз выше терапевтических, а также в диапазоне терапевтических доз под действием факторов риска развития токсического действия. Например, при гиперкапнии и гипоксимии, при ацидозе, гиповолемии, гипопротеиномии, анемии и нарушении функций элиминирующих органов. Симптомами токсического действия со стороны центральной нервной системы являются сонливость или эйфория, тошнота, онемение языка и мелькание мушек перед глазами, головокружение, шум в ушах и головная боль, лонико-тонические судороги, потери сознания и нарушения дыхания. Со стороны сердечно-сосудистой системы возникает артериальная гипотензия, возможно развитие коллапса, атервентрикулярная блокада, желудочковые аритмии, в том числе фибрилляция желудочков, возможно остановка сердца, чаще всего ее вызывает бупевокаин. Для профилактики токсического действия местных анестетиков следует использовать малотоксичные препараты, применять рекомендуемые дозы местных анестетиков, вводить препараты медленно, оценивать действия лекарственных средств после введения первой пробной дозы местного анестетика, содержащего эпинефрин. В течение всей процедуры, если это возможно, необходимо поддерживать вербальный контакт с пациентом для выявления первых признаков токсического действия. Сравнительная характеристика местных анестетиков. Кокаин – это первый местный анестетик, алкалоид и ретропсилон, кока, как лекарственное средство, в настоящее время не применяется в связи с высокой токсичностью. Даже при местном применении может всасываться и вызывать отравление. При поверхностной анестезии превосходит новокаин по силе в 10 раз, а по токсичности примерно в 3-5 раз. Время действия 1 час – это адреномиметик непрямого действия, нарушающий обратный нейрональный захват норадреналина, дофамина и серотонина. Он повышает артериальное давление, вызывает тахикардии, усиливает действие адреналина и других адреномиметиков. Вызывает сужение сосудов склеры, в результате внутриглазное давление понижается, что бывает чаще, поскольку одновременно он расширяет зрачок, в результате внутриглазное давление повышается. кокаин вызывает слущивание эпителия и изъязвление роговицы. Дикаин сильнее кокаина примерно в 10-20 раз, а навокаина в 100 раз. Токсичнее навокаина в 10 раз, а кокаина в 5 раз. Выдается только в руки врача для терминальной анестезии. Время действия в пределах одного часа он расширяет сосуды глаза, назначает его вместе с адреналином, на зрачок внутриглазное давление и роговицу не влияет. Хорошо всасывается с неповрежденных слизистых оболочек, может наступать резорктивное действие и отравление. Анестезин плохо растворяется в воде, но легко растворяется в спирте и маслах. Его применяют наружно для терминальной анестезии в виде мази, пасты, присыпки. Можно назначать ректально в виде свечей, при геморрое, трещинах прямой кишки. Можно внутрь назначать в виде порошка, таблеток, при язвенной болезни желудка. Существуют комбинированные препараты с анестезином, например, такие, как таблетки белостезин, суппозитория анестезол, аэрозоль ампровизол. Новокаин или прокаин гидрохлорид наименее активный и наименее токсичный местный анестетик. Действует в течение 30 минут одного часа. Его свойством является способность расширять сосуды, поэтому применяется с адреналином. При резортивном действии он угнетает центральную нервную систему, может оказывать также болеутоляющие, противоритмическое, ганглиоблокирующее, гипотензивное и спазмолитическое действие. Он нарушает передачу нервных ифольсов в нервном мышечном синапсе, висцеральные, полисинаптические, спинальные рефлексии. У него есть противозудное действие. При повышенной чувствительности к навокаину довольно часто возникают головокружения, понижение артериального давления, коллаптоидное состояние и типичные аллергические реакции. Применяется для проводниковой инфильтрационной анестезии, проведения блокады, можно назначать препарат внутрь при язвенной болезни животка, местно для лечения нейродермита, внутривенно при мерцательной аритме, что происходит достаточно редко. Лидокаин или ксилокаин, ксикаин применяют для всех видов анестезии. Он действует сильнее и продолжительнее, чем навокаин, но в два раза токсичнее, чем навокаин. Обладает эффективным противоритмическим действием, при этом он не угнетает сократимость миокарда. Меньше навокаина влияет на тонус сосудов и артериальные давления. Также может использоваться вместе с адреналином и норадреналином. При использовании лидокаина без вазоконстриктора длительность анестезии не превышает 10-15 минут. Он не раздражает ткани, не влияет на зрачок, внутриглазное давление и не раздражает глаз. Он менее аллергичен. Уступает по аллергогенности современным местным анестетикам, таким как артикаин. артикаин или ультра каин наиболее эффективный современный местный анестетик имеет короткий патентный период с продолжительностью действия от 1 до 3 часов. Вазодилитирующее действие артикаина незначительно обладает высокой афинностью белкам плазмы крови, в связи с чем отличается низкой системной токсичностью, не проникает через плацентарный барьер. Имеет высокую диффузионную способность в мягких тканях и кости и быстро вызывает анестезию после инъекции. Анестетик применяется как для терапевтических, так и для хирургических и ортопедических вмешательств. Нежелательные побочные эффекты артикаина возникает редко. он обычно хорошо переносится пациентами. Но может возникать нарушение сознания, головная боль, тремор, судороги, нарушение зрения, диплопия. При передозировке возможна остановка дыхания, снижение или повышение артериального давления, браде или тахиаритмия, диспептические явления, аллергические и местные реакции. При внутрисосудистом введении возможно развитие ишемических зон вплоть до тканевого некроза. Препарат не вводится внутривенно. При нарушении техники инъекции возможен паралич лицевого нерва. Бупивокаин это эффективный и длительно действующий препарат. Продолжительность его действия до 4 часов. Используется раствор с адреналином, можно использовать без вазоконстриктор. Недостатком является высокая токсичность, а именно кардиотоксичность, поскольку препарат способен вызывать желудочковые аритмии, фибрилляцию желудочков и остановку сердца. Возможно длительная парастезия мягких тканей после проведения манипуляции, что создает дискомфорт для больного. Очень актуальным является вопрос взаимодействия местных анестетиков с другими лекарственными средствами. В первую очередь с вазоконстрикторами. Местные анестетики часто комбинируют с эпинефрином, который стимулирует все подтипы адренорецепторов, с фенилэмфрином, стимулятором, преимущественно альфа-1 адренорецепторов, филипрессином, который является аналогом гормона задней доли гипофиза вазопрессина и вызывает только венулоконстрикцию, поэтому гемостатический эффект не выражен. Он вызывает еще и сокращение миометрии, поэтому противопоказан при беременности и имеет антидиуретический эффект. При ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности следует вводить не более одной карпула, которая содержит препарат филипрессин. Использование всех вазоконстрикторов противопоказано у детей до 5 лет. Вазоконстрикторы вызывают сужение сосудов, поэтому уменьшается абсорбция местного анестетика, повышается их концентрация на месте введения и эффективность. Увеличивается длительность действия, особенно это актуально для местных анестетиков короткого и средней продолжительности действия. Снижается системное действие и количество нежелательных побочных эффектов. При стимуляции альфа-2 адренорецепторов нейронов спинного мозга усиливается и удлиняется эффект местных анестетиков при спинальной и эпидуральной местной анестезии. Но использование вазоконстрикторов вместе с местными анестетиками увеличивает опасность развития ишемических некрозов окружающих тканей. Применение эпинефрина и других вазоконстрикторов противопоказано при анестезии концевых нервных стволов, которые иннервируют пальцы, стопы, нос, поскольку кровоток в этих областях может прекратиться, что приведет к некрозу тканей. А также у пациентов с сахарным диабетом открытоугольной формой глаукомы, гипертиреозом, декомпенсированными формами сердечно-сосудистых заболеваний, одновременно с таратаном у лиц, принимающих диуретики, которые выводят калий. Наркотические анальгетики пролонгируют действия местных анестетиков, поскольку они стимулируют опиатные рецепторы и нарушают проведение болевого импульса в центральной нервной системе. Антихолиностеразные средства ингибируют ботерин холиностеразу, и нарушают скорость метаболизма местных анестетиков, производных сложных эфиров. Длительность эффекта местных анестетиков увеличивается. При применении местных анестетиков на фоне бета-блокаторов возрастает риск развития ритмии и сосудистого коллапса, поскольку бета-дреноблокаторы снижают возбудимость, проводимость, автоматизм и сократимость миокарда, вызывают снижение активности ренино-ангетензина-альдостероновой системы и снижают тонус сосудов. Альфа-адреноблокаторы действуют таким образом, что на их фоне не могут оказать своего эффекта альфа-адреномиметики. Введение нейролептиков с местными анестетиками и адреномиметиками может привести к развитию выраженной артериальной гипотензии. Местные анестетики производной параминбензойной кислоты, например, навокаин, снижают антибактериальную активность сульфаниламидов, поскольку увеличивается концентрация параминбензойной кислоты, особенно при местном применении на поверхности ран. Местные анестетики производной сложных эфиров пролонгируют мышечно-расслабляющий эффект дитилина. Его метаболизм происходит при участии бутерилхолиностеразы. Выраженность действий местных анестетиков резко снижается в тканях с низкими значениями ПВПАШ, то есть в очаге воспаления. Происходит диссоциация молекул местных анестетиков во внеклеточном пространстве и в клетку проникает незначительное количество местных анестетиков. следует... ... ... ... ... ... Еще одной группой средств, влияющих на эфирентную инновацию, угнетающего типа действий, являются вяжущие средства. Вяжущие средства защищают нервные окончания благодаря образованию защитной пленки альбумината на поверхности кожи и слизистых оболочек. При увеличении концентрации веществ интенсивность их образования увеличивается. Они классифицируются следующим образом. Это органические соединения, например, танин, тональбин и водное излечение из растительного сырья, например, коры дуба, травы зверобоя, череды, корневища, лопчатки и неорганические. Висмута нитрат основной, свинца цитат, препараты алюминия, как квасцы алюмокалевые, окись цинка, цинка сульфат, сульфат меди и серебра нитрат. Эффектами вяжущих средств является уменьшение чувства боли и отека ткани за счет сосудослуживающего эффекта. Они могут понижать активность ферментов и оказывать противовоспалительное действие. В высоких концентрациях оказывают дубящие и прижигающие действия. Есть антимикробный эффект. Показаниями к их применению являются гастриты, энтероколиты, отравление тяжелыми менталами, алкалоидами. Можно назначать препараты внутрь. При ожогах, стоматитах и генгивитах их применяют наружно. К обволакивающим средствам относятся крахмальная слизь и слизь семян и льна. Они образуют защитную пленку, не вызывая дентурации белков. Применяют для лечения воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ацербирующие средства – это тонкие порошкообразные инертные вещества с большой ацербционной способностью, нерастворимые в воде и нераздражающие ткани. Они удерживают на своей поверхности вещества, вызывающие раздражение. Ацербирующими средствами являются активированный уголь, кремния диоксид коллоидный, лигнин гидролизный, смектит диоптедрический, тальк, крахмал, белая глина и гидроокис алюминия. Препараты применяют для лечения отравлений при метеоризме, поносе, аллергии, язвенной болезни желудка, как антоцидные средства. Ацербция веществ активированным углем происходит в разной степени. Например, железозакисный ацербируется всего на 5%, тогда как ацетилсалициловая кислота, феномин, колхицин, дифенин, фенобарбитал и многие другие на 90%. Активированный уголь следует вводить в избытки примерно 1 грамм на килограмм массы тела каждые 2-4 часа. Лучше в виде порошка, предварительно растворив его в воде. Следует обратить внимание на то, что лекарственные средства могут подвергаться десорбции. Поэтому после введения активированного угля надо промывать желудок и стимулировать перистальтику кишечника. Препаратом кремния диоксида коллоидного является полисорб, который получает из кремнезема. У него кроме ацербционного есть еще регенерирующее действие. Применяют его для лечения кишечных инфекций, аллергических реакций, интоксикаций. Препаратом смектита диоктоэдрического является смекта, которая кроме ацербирующего еще обладает антидиарейным, обволакивающим и гастропротективным действием. Применяются для лечения диареи и симптоматической терапии болевого синдрома при заболевании желудочно-кишечного тракта. Препаратом лигнина гидролизного является полифипам и фильтрум. Это энтеросорбент растительного происхождения. Кроме сорбирующего действия имеет дезинтоксикационное, антидиарейное, антиоксидантное, гиполепидемическое и комплексообразующего. Применяют при острых отравлениях лекарственными средствами, алкоголем, солями тяжелых металлов, коллоидом, а также при дизентерии, дисбактериозе, диспептических явлениях и интоксикациях различного происхождения, в том числе, которые сопровождают гнойно-воспалительные заболевания, а также при печеночной и почной недостаточности, нарушениях липидного обмена и пищевой и лекарственной аллергии. На рисунке мы видим основную направленность действий веществ, которые препятствуют возбуждению нервных окончаний, местных анестетиков, вяжущих средств, обволакивающих и ацербирующих средств. К средствам, влияющим на афферентную иннервацию, стимулирующего действия, относятся раздражающие средства. Раздражающие средства вызывают деполяризацию чувствительных нервных окончаний, оказывают раздражающие действия и рефлекторно улучшают кровоснабжение и трофику ткани, ослабляя боль. Препаратом растительного происхождения относит ментол. Это препарат мятый перечный, который стимулирует холодовые рецепторы и действие на них сменяется местной анестезией. Раздражение холодовых рецепторов полости рта оказывает противорвотное действие и рефлекторно расширяет коронарные сосуды. Входит в состав лекарственных препаратов бомбенги, меновазин. Валидол тоже является 25% раствором ментола в ментиловом эфире из-за валерьяновой кислоты. Его можно использовать сублингвально при неврозах и для купирования легких приступов стенокардии. Горчичники и горчичная бумага, которые покрыты слоем горчицы, содержат синегрин. После смачивания горчичника водой при температуре 37-40 градусов активируется фермент мирозин, который расщепляет синегрин с освобождением вещества, раздражающего действие эфирного горчичного масла. К растительным препаратам относятся плоды перца стручкового, которые содержат капсаицин, применяются в составе настойки перца стручкового, пластыри перцового и других препаратов. Капсаицин, подобным медиатором канабиоидной антиноцептивной системы, является органистом ванилоидных циторецепторов в центральной нервной системе. Масло терпентиновое, очищенное, это продукт перегонки живицы и сосны обыкновенной, входит в состав скипидарной мази и других препаратов. Синтетическими раздражающими средствами являются расторами АК, которые используют для вдыхания при обороке и опьянении алкоголем, и метилсалицилат, метиловые фиосалициловые кислоты, принимают самостоятельно как втирание, а также в составе линемента метилсалицилата. Мазь феналкон содержит кожный раздражитель, который расширяет сосуды, но не вамит. Раздражающие средства действуют местно, рефлекторно, есть нейро-гуморальное влияние. Местное раздражение проявляется болью, гиперемией и отеком на месте нанесения средств. Прямо возбуждаются нервные окончания и освобождаются гистамин, серотонин, бротикинин и простагландины, которые обладают раздражающим эффектом и расширяют сосуды. Гиперемия развивается не только местно, но и распространяется на прилежащие участки кожи по механизму аксон-рефлекса. Рефлекторное действие может быть сегментно-рефлекторным или трофическим. Болевые импульсы из зоны раздражения кожи поступают в задние рога нескольких сегментов спинного мозга. Зачем переключаются на боковые рога тех же сегментов, где возбуждают ядра преганглионарных волокон симпатических нервов? В результате улучшается кровоснабжение легких и скелетных мышц, ослабляется воспаление, усиливается процесс регенерации. Может быть обезболивающее-отвлекающее действие. В сегментах спинного мозга возникает интерференция болевых импульсов, поступающих из больного органа и места нанесения раздражения. Ликвидируется доминантный очаг, поддерживающий патологический процесс гиперальгезия и напряжение мышц. Может быть общее рефлекторное влияние, повышается тонус дыхательного и сосудо-двигательного центров продолговатого мозга. Так, например, раствор аммиака при вдыхании раздражает окончание тройничного нерва в полости носа по эфирентным путям. Центр этого нерва и переключается на дыхательный центр. Есть нейрогуморальные действия, которые обусловлены резорктивными эффектами биологически активных веществ, всасывающихся из зоны раздражения кожи, а также воздействием на головной и спинной мозг потока восходящих эфирентных импульсов. При этом освобождаются антинодсцептивные факторы – бетаэндорфин, энкефалины, уменьшается выделение медиаторов боли – это субстанция P, соматостатин, колицистокинин. Возрастает секреция релизин гормонов гипоталамуса, АКТГ, тириотропного гормона гипофиза, повышается секреция глюкокортикоидов и подавляется воспалительная реакция. Перед вами схема обезболивающе-отвлекающего действия. Благодарю за внимание. Продолжение следует...